Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Европа угодила в угольную засаду. В апреле текущего года, в момент принятия решения об отказе от импорта российского угля, едва ли чиновники Евросоюза предполагали, что Европа окажется в такой тяжелой энергетической ситуации. Если бы европейские политики предположили, что Газпром начнет сокращать экспорт Европу российского газа, то запрет на российский уголь не был бы введен. А так Европа столкнулась с двойной угрозой и может к зиме вообще остаться и без российского газа, от которого она зависела на 45%, и от российского угля, от которого она зависела на 40%. Газ и уголь – взаимозаменяемые продукты. Острый дефицит газа в Европе привел к резкому росту спроса на уголь, которого в самой Европе нет. Что более важно, российские энергоносители являлись самыми доступными по цене, ввиду территориальной близости и созданной транспортной инфраструктуры. Теперь руководители европейских энергетических компаний ломают голову на тем, чем заменить российские ресурсы и как избежать банкротства ввиду существенного роста закупочных цен на топливо у альтернативных поставщиков. Ситуацию усугубило снижение уровня воды в европейских реках и ограничение на навигацию. Немецкие власти сообщили, что в осенне-зимний период у Германии возникнут проблемы с поставками угля для местных электростанций. Министерство по делам экономики и защиты климата Германии выпустило отчет об оценке энергосбережения, сообщив, что накопленные ранние запасы в Германии с наступлением холодов быстро израсходуются, а ясности с новыми поставками в зимний период нет никакой. Дефицит угля в соседней Польше уже привел к экономическим проблемам. ВВП Польши во втором квартале неожиданно упал на 2,3%. Польские власти во втором квартале горделиво отказались от покупки российского угля, а уголь является главным энергоносителем в Польше. С его помощью производится свыше 70% от всего объема польской электроэнергии. Свыше трети польских частных домов до сих пор используют уголь для отопления жиле. Британские эксперты из Financial Times обнимаются в том, что Польша сумеет полностью обеспечить себя углем в зимний период ввиду ограниченной пропускной способности угольного терминала в польском порту Свиноустье. Указанные опасения разделяют население Польши, которое резко увеличило закупку дров и древесных брикетов, чтобы не замерзнуть зимой. Европейские эксперты предполагают, что Европе придется ближайшие 4-5 лет расконсервировать все закрытые ранее угольные ТЭС. Только уголь в настоящее время является разумной альтернативой газу, ввиду его относительно невысокой цены. Однако в результате резкого роста спроса на уголь цены на него вполне могут повторить динамику роста цен на голубое топливо. В конечном итоге Европе придется отменить запрет на импорт российского угля.